Пушкинский день в России И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит Слух обо мне пройдет по всей Руси великой И назовет меня всяк сущий мне язык И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус И друг степей калмык И долго буду тем любезен я народу Что чувства добрые я лирой пробуждал Что мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал Веленью Божию, о муза, будь послушна Обиды не страшась, не требуя венца Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая По новому стилю 6 июня 1799 года в Москве Гениальный поэт, ставший олицетворением целой эпохи Названной Золотым веком Для русской литературы он стал солнцем А для мира остался загадкой Пушкин считается создателем Национального русского литературного языка Наш сегодняшний марафон посвящен Гениальному поэту Александру Сергеевичу Пушкину Со дня рождения которого исполняется 225 лет Всякая строчка великого поэта, писателя и драматурга Становится драгоценной для нашего народа Пушкин – это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни Так сказал Александр Блок Чувство, переданное поэтам, знакомо каждому из нас Время не в силах стереть образ того Кто по праву назван солнцем русской поэзии Мы воспитаны на пушкинской поэзии С самого раннего детства знакомы с его удивительными сказками У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей Там лес и дол виденье полны Там о заре прихлынут волны На брех песчаный и пустой И тридцать витязей прекрасных Чередой из вод выходят ясных И с ними дядька их морской Там королевич мимоходом пленяет грозного царя Там в облаках перед народом Через леса, через моря Колдун несет богатыря В темнице там царевна тужит А бурый волк ей верно служит Там ступа с бабою Ягою Идет, бредет сама собой Там царь Кощей на зла там чахнет Там русский дух, там Русью пахнет И я там был, и мед я пил У моря видел дуб зеленый Под ним сидел и кот ученый Свои мне сказки говорил Подрастая, мы читали одни и те же стихотворения Из учебников С годами в душе у каждого Возникал образ поэта своего, многогранного Мы дышим Пушкиным Он живет в нас В раннем детстве мальчик был окружен любовью Бабушки Марии Александровны Ганнибал И няни Арины Родионовны Одаренный неимоверной памятью На одиннадцатом году своей жизни Он уже знал наизусть Всю прочитанную им французскую литературу Жил старик со своею старухой У самого Синего моря Они жили в ветхоземлянке Ровно тридцать лет и три года Старик ловил неводом рыбу Старуха пряла свою пряжу Раз он море закинул невод Пришел невод с одной утиной Он другой раз закинул невод Пришел невод с травою морскую Третий раз закинул он невод Пришел невод с одной рыбкой С непростой рыбкой, золотой Как замолится золотая рыбка Голоса молвит человечи Отпусти ты, старчик, меня в море Дорогой за себя дам откуп Откуплюсь, чем только пожелаешь Удивился старик, испугался Он рыбалчил тридцать лет и три года И не слыхивал, чтобы рыба говорила Отпустил он рыбку золотую И сказал ей ласковое слово Бог с тобою, золотая рыбка Твоего мне откупа не надо Ступай себе в синее море Гуляй там себе на просторе Няня поэта Арина Родионовна Сказывала былины и сказки Она стала музой для будущего поэта От бабушки и няни Саша познал красоту И образность русской речи Узнал русскую грамоту Он рано стал писать стихи Подруга дней моих суровых Голубка, дряхлая моя, одна В глуши лесов сосновых Давно, давно ты ждешь меня Ты под окном своей светлицы Горюешь, будто на часах И медлят поминутно спицы В твоих наморщенных руках Глядишь в забытые ворота На черный отдаленный путь Тоска, предчувствие, заботы Теснят твою всечасную грудь То чудится тебе Александр переезжает в Петербург Направлен на службу В чине калежского секретаря Водоворот столичной жизни Закружил Пушкина Но даже в это бурное время Александр Сергеевич Находился в тревожном состоянии Он ни на минуту не переставал Быть поэтом, литератором, тружеником В 1820 году заканчивает поэму Руслан и Людмила Которая совершила революцию В русской поэзии В это же время созданы политические Вольнолюбивые произведения Чадаеву, Деревня, Острые эпиграммы На Александра Первого и его приспешника Они были наполнены страстным Отличением рабства, самодержавия Деспотизма, лицемерия Любви, надежды, тихой славы Недолго неже у нас обман Исчезли юные забавы Как сон, как утренний туман Но у нас горит еще желание Под гнетом власти роковой Нетерпеливою душой Отчизны внеблем призывания Мы ждем с томлением упования Минуты вольности святой Как ждет любовник молодой Минуты верного свидания Пока свободою горим Пока сердца для чести живы Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы Товарищ, верь, зайдет она Звезда пленительного счастья Россия вспрянет это сна И на обломках самовластия Напишут наши имена Молодой вольнодумец Писавший свободолюбивые стихи Которые распространялись Почти три года по Петербургу Не мог остаться безнаказанным Император хотел сослать поэта в Сибирь Только заступничество друзей Федора Глинки, Василия Карамзина Ивана Тургенева Смягчило наказание Пушкина выслали из Петербурга Поэт отправился в долгий, нелегкий путь Величественная южная природа Крым, Кавказ Произвели на Пушкина огромное впечатление В ауле на своих порогах Черкесы праздные сидят Сыны Кавказа говорят Об ранных гибельных тревогах Текут беседы в тишине Луна плывет в ночном тумане И вдруг пред ними на коне Черкес Он быстро на аркане Молодого пленника влачил Вот русский хищник возопил Аул накрыт его сбежался Ожесточенную толпой Но пленник, хладный и немой С обезображенной главой Как труп недвижим оставался Лица врагов не видит он Угроз и криков он не слышит Над ним летает смертный сон И холодом тлетворным дышит И долго пленник молодой Лежал в забвении тяжелом Уж полдень над его главой Пылал в сиянии веселом И жизни дух проснулся в нем И немнятный стон в устав раздался Согретый солнечным лучом Несчастный тихо приподнялся И видит неприступный углов Над ним воздвигнулась громадой Восполнил юноша свой плен Как сна ужасного тревоги И слышит загремели вдруг Его закованные ноги Все, все, сказал ужасный звук Затмилась перед ним природа Прости, священная свобода Он раб 27 января 1837 года в Петербурге Состоялась роковая дуэль Пушкина с Дантесом На которой поэт был смертельно ранен Он защищал честь своей жены И честь своего имени Погиб поэт Невольник чести Пал оклеветанный молвой Свинцом груди Из жаждой мести Поникнул гордой головой Не вынесла душа поэта Позора мелочных обид Восстал он против мнений света Один, как прежде И убит Убит Чему теперь рыдания Пустых похвал Ненужный хор И жалкий лепит оправдания Судьбы свершился приговор Не выль сперва так злобно гнали Его свободный смелый дар И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар Что ж, веселитесь Он мучений последних вынести не мог Угас, как светоч Дивный гений Увял торжественное вино Каждый русский человек Причастен к творчеству Пушкина И нет никого Кто бы ни читал его произведения Гоголь сказал Пушкин есть явление чрезвычайное И может быть единственное Проявление русского духа Завершим наш литературно-поэтический марафон Словами поэта Михаила Дудина Берегите Пушкина в его бессмертии Берегите Пушкина в самом себе Словами поэта Михаила Дудина 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 Словами поэта Михаила Дудина